Всем привет! Сегодня я для вас буду снимать влог, который будет состоять из различных нарезок за разные дни ноября, которые оказались в нем самыми яркими, счастливыми, позитивными и ценными для меня. Так что приятного вам просмотра! 8 числа благодаря моей любимой мамуле у меня появилась наконец-то духовка. И первое, что я приготовила, это беспроигрышное для меня блюдо – пицца. 12 ноября к нам в Киров, в библиотеку имени Герцена, приезжал на заседание комитета по культуре и деловой этике, привязка торгово-промышленной палате, там где я работаю, очень известный гость, писатель, публицист и музыкант Захар Прилепин. Известного Захара Прилепин. Ну я скажу, да. Захар Прилепин, писатель, прозаик, публицист, музыкант, скитая Союза писателя России, членов коллеги журнала «Звучка народа», обладатель первенационального бестселла «Ясная Поляна». Это еще не вестись. Собралось очень много народа в зале, и Захар больше двух часов рассуждал о чести, долге, совести, патриотизме и, конечно же, о литературе. Его взгляды оказались для меня очень близки, понятны, и я их полностью разделяю. Но так как он очень долго и длинно рассуждал, очень глубоко, то я постараюсь все-таки включить некоторые рассуждения в свой ролик, постараюсь не исказить при этом его смысл. Русская литература – одна из древнейших в мире литератур. Она старее немецкой и французской. Мы правильно совершенно не знаем. Я почему-то себе мерю таким Шекспиром, как будто из того Шекспира состояла вся европейская литература. Шекспир – он один, да. Шекспир – один, да, один, да. А там десятки народов, которые не имели никакой литературной традиции. Более того, не имели государственности. Когда говорят, что Россия молодая страна, как-то никто не берет в толк, что если в своих накапках в Европе девятого века, вы там не найдете ни одну современную страну, и просто не было большинство из них, девять из них просто отсутствовало. Не было Италии там, да. Она в 19 веке только создалась. Когда нам пытаются бесконечно напоминать про татарно-мольские игры, которые якобы остановили у нас в развитии, надо помнить о том, что практически все, большинство народов Европы находились в блину тех или иных народов, народностей или государств. В Османске и Финляндии получила, собственно, государственность в 20 веке, да, она была всю жизнь под Швецией, и не было такой государственности. То же самое там и с Румынией, и с большинством этих стран, да. Элементарные, я не знаю, элементарных вещей, связанные с нашей историей, с нашей литературой, нас все время приводят в инфантильное такое состояние. А все, мне кажется, что вы только что приедете, должны чему-то у кого-то научиться. Мы очень древняя страна, с очень древней литературой, очень древней цивилизацией, совершенно сынастоятельной. Да, и все эти вещи, все это цивилизатовство, оно всегда себе, там, в 9-10, несет жестокую обманку. Мы все время пытаемся каким-то образом, как бы вытащить из-под нас вот почву, да, на которой мы стоим. Вот на это никогда не стоит поддаваться, никогда не стоит поддаваться. Поэтому патриотизм – это элементарные чувства сопричастности тысячелетней истории за плечами, за нашими плечами. Это чувство того, что время в России, оно не здесь, не сейчас. И если у вас есть какие-то вещи, которые нас волнуют или пугают, связанные с чем-то, с коррупцией, там, еще чем-то, для нас не так получается, как в Европе, не надо воспринимать вот нынешнее свое состояние как причину для того, чтобы вступить в полный конфликт вообще с русской цивилизацией. Потому что Россия едина во всех временах. Мы сегодня, здесь и сейчас отвечаем за все – за семнадцатый век, за девятый век, за двенадцатый век, за двадцать второй век, за двадцать пятый. Да, мы живем во всем этом едином пространстве. Мы не есть вершина цивилизации, мы не есть нечто такое, вокруг времени, вокруг которых должно время, мы не их работаем. Мы живем как-то свином между прошлым и будущим. У меня понятие нравственности неизбежно, о чем я взрослый и становлюсь, связано с понятиями религиозного человека. Потому что любой человек, проживающий какое-то количество времени, внимательно следящий за собой вокруг себя, он понимает, что в мире все происходит в ближайшем взаимодействии тебя и того, что находится вне тебя и вне тебя, и вне тебя, и вне тебя. Знаете, как в собаке по Скирвиле согрешил какой-то бредок, а потом спустя какое-то поколение выбегает собака и начинает полку срать. Вот в нынешней жизни, как в песне Бориса Юрьевичкова «Болосвета», небо становится ближе. Это такой, знаете, пинг-понгус, потом полку. Ты что-то сделал плохой, и тут уже раз ракеткой полку, это мгновенно все происходит. В этом смысле, если у тебя глаза открыты, ты будешь это чувствовать себя вырабатывать, потому что за все свои поступки ты немедленно получаешь полку, мгновенно. И это чувство, что если никто не заметил, значит этого как бы и не было, оно со временем в тебе начинает дышиваться. Потому что все, что в тебе происходит, ты за все немедленно получаешь воздаяние, все, что у тебя болит, все, что у тебя не получается, все, что у тебя плохо или перекосяк, если кто-то мне дадут себя черт в том, что ты сделал до этого, то ты будешь прекрасно знать, что все это получил. То есть нравственность – это просто элементарное чувство реакции. Реакция – это просто чувство безопасности. Если ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, я не к вам надо обращаться, а вообще к человеку другому, человек хочет, чтобы все у него было хорошо, но он будет даже помимо своих прикрепей, своих плодей, пытаться держать себя в руках. И ему за это так иначе воздастся. Вот и все это чувство самосохранения. Все пространство моей этики и эстетики – это русские классические традиции. Все, что я хочу, все, о чем мы переживаем, все, о чем мы волнуемся, все, что нас мучает, все, что мучает молодое поколение, все ответы на это есть уже в капитанской дочке и в Тарасе. В том числе и на русско-украинский вопрос, и на честь, и на достоинство. Все, что там написано. А 19 числа от магазина «Линии любви» я получила вот в таком замечательном бархатном мешочке украшение-подвеску в подарок. Это очень милая небольшая серебряная подвесочка с фианитом в виде сердечка. Целых два дня – субботу и воскресенье 21 и 22 ноября – я провела на базе отдыха в Катково. Это были очень классные, веселые, позитивные дни. Мы отмечали день рождения практически незнакомого мне человека, но было реально круто. И эти шарики мне все еще напоминают об этих счастливых днях. Жена у юбиляра очень хорошо подготовилась и провела для нас очень много интересных, веселых конкурсов. Но больше всего мне понравилось то, во что я никогда не играла. А именно это были настольный футбол, воздушный хоккей и еще игры на какой-то новой приставке. Название которой я не помню, но видео я вам вставлю и вы обязательно все поймете. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А 22-го числа у нас потеплело, было около нуля, и мы с молодым человеком слепили классного снежного снеговика — кота. Правда я лет 5 уже как мечтала слепить что-нибудь из снега Но мне было все лень И вот благодаря дню рождения и молодому человеку я все-таки это сделала Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А 27 ноября я ходила на юбилей Ветка Банка, которому исполнилось 25 лет И они проводили его в драмтеатре, куда пригласили известный современный с оперными голосами коллектив Шоу Ангелс С данным коллективом и их творчеством я до этого не была знакома Но мне они очень понравились Я сделаю небольшие заставочки, думаю, что вам они понравятся тоже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА